Приветствую вас! Я подумал, что имеет смысл записать такой ответ, потому что текст довольно большой. Вот. Вы, следуя своей такой модели поведения, не оставили никакого запроса. Да? То есть, просто вот, призвали и всё. Что вы хотите от меня? Для чего вы мне это призвали? Непонятно. Вот. Ну, я думаю, что это нужно разобрать. Вот. И, соответственно, дать определённые рекомендации, чтобы вы лучше поняли всё. Итак. Значит. Ваша мама пишет следующее. Все мои слова мимо ушей. Ваша беда только в том, что не умеете ссориться и в каждый в нужный момент уступать друг другу и всё. Здесь надо сказать следующее. Что, ну, вот казалось бы, а? Казалось бы. Это ваша жизнь. Это ваше решение. Ваш выбор. Ну, по поводу того, чтобы уйти от его мужа. Да? Даже если он вам не нравится. Даже если он в действительности хороший. Не важно. Не важно. Это ваш выбор. Жизнь-то она, как бы, ваша. Вот. Жизнь-то она ваша. Вы живёте. Это ваша судьба. Это ваше решение. Это ваши, ну, ошибки даже. Вот. Но. 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 Маму. Вашу маму. Это задевает. И задевает это её очень сильно. Судя по тому, что вы пишете. То есть, то есть, она прямо нуждается в том, чтобы вы с Ильей помирились. Она прямо нуждается в том, чтобы у вас с ним всё наладилось. И вопрос заключается в том, почему для вашей мамы это так важно. Собственно, здесь вопрос, он, ну, может быть поставлен примерно следующим образом. А тебе-то что? Да? То есть, ну, это, в общем, моя жизнь, это, мое решение, даже если они ошибочны. Почему ты-то так переживаешь? За меня ли ты переживаешь? В действительности. Ведь как она сказала, у неё начались проблемы со здоровьем. У неё начались проблемы со здоровьем. Настолько она за вас переживает. А чего переживает? То есть, вам нужно понять, что мама ваша в этой ситуации представляет свои какие-то цели. Вот. Какие цели, я, конечно, не знаю, но какие-то, какие-то. Далее, она пишет. Ты сбежала не от верного мужа и не от алкоголика, который выносит мозг от верного и трезвого мужа, с которым не можете пока найти общий язык. Здесь классическая история. История, которую вы сами применяли какое-то время. Вот. Теперь вы, ну, в силу возраста и того, что мы, значит, с вами работали, вот. А, ладно. Теперь вы смотрите на это по-другому. Значит, что это за история? Это история о том, что если сразу общий язык найти не получается, то нужно стараться находить его. То есть нужно стараться прикладывать усилия, работать, как говорит ваша мама, ну и так далее. Не будем выносить оценочное осуждение данным аспектом. То есть, кому-то это подходит, кому-то это не подходит. Вот. Вам это, ну, видимо, не подходит. Но по опыту я могу сказать, что если сразу общий язык не был найден, то да. Потом, может быть, он и найдётся. Во-первых, во-первых, на это уйдёт очень много времени, сил и нервов. Во-вторых, не так, что вы будете любить после этого человека самого. Вот. То есть, может быть, вы уйдите, а может быть, и нет. Может быть, вы настолько уже наприпираетесь, что это будет не любовь. Вот. Далее. Что говорит ваша мама? У нас с отцом одно время было тоже, тоже бои без правил, а он скорпион, если разозлиться, берегись все вокруг. И ваша мама считает это нормальным. Вопрос. Ради чего терпеть? Ради чего страдать? Чтобы потом вот так реагировать? И я научилась сдерживать ситуации, когда он просто зверел. Я в этот момент просто замолкал. Ну, научилась. Хорошо. Это её выбор. Это её решение. Причём здесь вы. Зато потом, что стало хорошо, и я была хозяйкой положения. Видите? Видите, как получается, для вашей мамы хорошо, когда она хозяйка положения. Это для неё хорошо. То есть, стремиться ваша мама к тому, чтобы быть хозяйкой положения. Как говорится, призналась. Ну, это я, конечно, шучу, да, это я, конечно, так, утрирую немного. Но, тем не менее, тем не менее, стремиться вашей мамы к тому, чтобы быть хозяйкой положения. То есть, для неё это является одним из ключевых, судя по всему, моментов, быть хозяйкой положения. И вот, она стремится быть хозяйкой положения, в том числе и с вами. Ведь вы же её дочь. Дальше. Значит, просто это нужно пережить вместе. Ну да. Бои без правил. Переживать вместе. Понимаете, я вам об этом ещё говорил, что ваша мама советский человек. А в Советском Союзе было нормально, что мужчины бьют женщин. И доминируют над ними. И ведут себя вот так. Женщины были воспитаны так. Потому и выбирали таких мужчин. А ещё в Советском Союзе были чёткие разделения на мужчины и на женщины. И женщинам туда хода не было. Культура. Это родная культура. Вопрос в том, чего хочет ваша мама для вас. Так, вы ещё не научились это делать. Понимаете, ну опять же, для вашей мамы отношения это работа. И отношения через работу приносят счастье. По мнению вашей мамы. Это приносит счастье. Но не всем. Не каждому. Я уверен, она хотела уйти от отца. Но боялась. Она говорит, ты второй раз сбегаешь к родителям. Как будто это что-то плохо. Ну не нравится родителям, что её ребёнок более свободный, чем она. Не нравится родителям, что её ребёнок не хочет терпеть. То-то-то не нравится. Ну не устраивает это родители. Вот есть такие родители, которые через своих детей пытаются, значит, продолжить свою модель поведения. Только здесь вот есть такая опасность, что вы перейдёте в полный контр-сценарий. А контр-сценарий, это когда делаете всё наоборот. То-есть, делаете всё так, как вот, ну, как наоборот, не хочет маму. Контр-сценарий, это тоже сценарий, он ничем не лучше обычного сценария. И чтобы вам не попасть в его, ну, в его сети, нужно смотреть, где для вас польза, а где для вас вред. В чём для вас польза, в чём для вас вред. Что принесёт пользу, что не принесёт вред. Что не принесёт пользы, но и не принесёт вреда. Вреда. Это важные вещи. Потому я и говорил вам о том, что, ну, если, по её мнению, и, значит, если есть информация об этом, я ещё скажу, что Илья, например, готов, ну, готов, как это сказать, к переменам, да? Если есть такая информация, что Илья готов к переменам, то, соответственно, ну, ничего плохого не будет, если вы дадите ему шанс. Вам будет спокойно, потому что вы дали шанс, поговорили с ним. Вам будет спокойнее, вы точно будете уверены, что человек либо, ну, либо поменялся, либо нет. То есть, у вас будет точно уверенность в этом. Сейчас вы сомневаетесь. И именно потому, что вы сомневаетесь, вам, собственно говоря, и неприятно. Вот. То есть, причина, она в этом. Из-за этого неприятно вам. Так. Ты второй раз бегаешь к родителям со стороны, это детский сад. Первый раз ты сама спровоцировала ситуацию с этой нагрой. Ну, то есть, понимаете, вот здесь идут обвинения. Идут обвинения, и я думаю, что вот ключевой момент, который мне хотелось выделить на протяжении всей, всего чтения вашего текста, вот ключевой момент, который я хотел выделить, он такой. И в этом ваша мама права. Что вы действительно выносите ссор из избы. Но! Дело не касается мужа. Вот я говорю об этом не в контексте мужа. Я говорю об этом вообще. То есть, я говорю о том, что мама считает для себя возможным говорить вам, как и что делать вам в своей личной жизни. Ну, здесь, собственно, можно вспомнить, что такое личная жизнь, что она из себя представляет. Да? Личная жизнь. Как это вообще? То есть, личная жизнь это то, что касается только вас. И вашего, ну, молодого человека, вашего мужчины. Все. Что? Больше? Больше? Ну, больше ничего. Абсолютно. А вот история такая, что мама там участвует в этом. Не знаю, может еще кто-то участвует. Вот вы сказали, точнее, она написала, что подруги, подруги ваши тоже знают. Вот. То есть, подруги то ладно. Подругам можно рассказать, но смотря каким. Смотря каким. Далеко не всем подругам можно рассказывать. Вот. Вот. Рассказывать, собственно, такие баллы с таким подругам, которые умеют держать язык за зубами. Вот. То есть, это буквально один-два человека. В этом плане ваша мама, к сожалению, права. Вот. Ну, дальше идет обвинение, что он не стал, то есть, короче, значит, вы спровоцировали ситуацию с этой заклейкой. Вот. И так далее. Вообще, по части провокации, надо сказать, что ваша мама дает фору, и если вы провоцируете, то вам было у кого учиться, но тем не менее. Тем не менее. Вот. Треугольник Карпмана, да, можете посмотреть, я бы рекомендовал вам вот изучить это. То есть, то есть, при каждом общении с людьми задавать себе вопрос, кто я, чего хочу и чем готовы за это платить. Так называемая пауза свободы. Значит, теперь ты избежала, потому что не захотела трудиться над отношениями. Вот без лишней, значит, без лишнего пафоса, я надеюсь, у меня получится это сделать. Я скажу так, что очень часто я это слышу, что отношения труд и так далее, и так далее. Может быть, отношения и труд, но, знаете, ваш мужчина пока что не готов меняться и не готов идти на поступки. Был не готов, когда вы от него уходили. Сейчас, может быть, готов. Почему я и говорю вам, чтобы вы, может быть, дали ему вот этот самый шанс, чтобы подобрать. Может быть, он сделал выводы какие-то. Вот. Теперь он знает, на что вы способны и будет уже более избирателен в своем поведении. Но трудиться над отношениями должны двое, а не вы одна. И труд над отношениями – это поиск компромиссов. В вашем случае мужчина, он как бы не оставляет мысли о том, что он может поменять. Ну, не оставлял, по крайней мере, да, мысли о том, что может поменяться. Потому что его обвинения и так далее. Так же, так же, лично я не считаю, что отношения есть в труд. Я считаю, что отношения – это полное принятие человека. Полное принятие его поведения. У вас-то проблема не только в том, что ваш муж грубит вам и так далее. У вас-то проблема в том, что он еще вас никуда не пускает и ограничивает. Знаете, какая история. То есть, это не принятие друг друга. И если нет принятия друг у друга, то, соответственно, отношения без перспективных. Трудные отношения предполагают работу над собой, а не над другим. То есть, каждый из партнеров работает над собой, над своей потребностной сферой. Над своим отношением к себе, а не над другим. Да, не пытается поменять другого. Менять другого – это означает обречь его на невроз. Вот. Знаете? Дальше. Вмешать и развешаться – это самое простое. Ну, опять же, насколько мне известно, про развод вы не говорили. То есть, вы сказали просто, что уходите, потому что так дальше нельзя. Вот. Развод – это уже то, что, значит, ну, додумали ваш муж и ваша, возможно, мама. Ну, возможно, потому что я не знаю. Вот. Здесь тоже есть достаточно такой деликатный момент. Потому что, как бы, слова-то правильные. Слова правильные. Ну, действительно, легче разбежаться, да, и развестись. Это так. Это так. Поэтому вам нужно, как минимум, еще несколько раз с вами будем встретиться, поговорить. Вот. В конце концов, в конце концов, вы можете даже сами предложить ему поговорить, значит, где-нибудь на нейтральной территории. Лишь бы только это вот эти, так называемые, гонения на вас прекратили, чтобы вы могли сказать, что вы что-то сделали. Вот. Ну, как бы, вот вы так говорите. Но проблема заключается в том, что этим дело не ограничится. То есть, от вас будут ждать того, что вы примите его, что вы признаете его, ну, мужчину, я имею в виду, что вы будете с ним опять. Вот. И вот от этого уже не уйти. Это будет. Раз ввели в курс дела третьих лиц, за это приходится отдуваться. За это приходится нести ответственность. К сожалению. Поэтому на будущее вам наука. На будущее вам наука. Никогда, вот, никогда не привлекайте других лиц в ваши отношения. Особенно если это те, кто не умеет пользоваться информацией, которую получил. Ну, которую получил. Да? То есть, грубо говоря, пригласить маму на свадьбу, это, ну, нормально. Ну, ты с мамой, да, там, пришла на свадьбу, там, пообщалась с кому-нибудь нормально. Там, приехать в гости к свекрови, да, или к маме, это тоже нормально. Но эти люди не должны видеть то, что происходит у вас. Не должны знать о том, что происходит у вас. Знать, в чём дело. Вот. И, собственно, я думаю, что вот сейчас, становясь сильной и самостоятельной, ну, умея видеть, умея видеть, где плюс, а где минус, где вред и где польза слова. Имея чёткое представление о том, где польза, а где вред. Вы, вы сможете этого достичь. Но, как бы, вот, здесь важно не скатиться в контур. В контур. В контур. В контур. Далее, я не хочу никого защищать. А, вы пишите, сбежать и разбежаться, это самое простое. Я не могу это понять. Так же, как и ты, уперлась в свои доводы. Ну, тут тонко-тонко в том, что она и не должна это понимать. Мама это понимать не должна, на самом деле. А просто вы уперлись в свои доводы на таком. Все упираются в свои доводы. Вот ваша мама тоже уперлась в свои доводы, что-то поделать. Вот. Она не хочет никого защищать, пишите вы, но, тем не менее, она защищает. Она защищает вашего мужа. У нее есть на этом мотив. Дальше идем. Ты просто добиваешь меня. Чем? Вот знаете, это такой элемент игры психологической. Элемент игры. Называется игра так. Если бы не ты. То есть, если бы не ты, то у меня все было бы хорошо. Если бы не ты, то у меня все было бы замечательно. Если бы не ты, то вот все было бы здорово. То есть, это, это перенос ответственности. Опять же идет. Ваша мама не желает брать на себя ответственности. Ну, надо сказать, что она не то чтобы прям и очень должна это делать. То есть, это, в общем и целом, это ее выбор. Брать ответственности или нет. Но, вам нужно четко для себя определить градус. Где маму? Где маму? Где маму? Можно слушать. В чем маму? Можно слушать. А где маму? Где мама? Все-таки приходит граница. И для этого нужно давать ей адекватную обратную связь. Адекватная обратная связь. Именно адекватная обратная связь. Это, когда вы отвечаете маме только по факту, только по делу, как взрослый человек, а не как, скажем, ну, не как ребенок, например. Или не как человек с позицией родителя. Ну, вот, да? Значит, так. Так, ты просто добиваешь меня, значит, с Ромой проблемы у отца со здоровьем, а тебе на все на это наплевать. Здесь тоже интересный момент. Кто такой Рома? Я не знаю, что такое Рома. Но, причем здесь проблемы со здоровьем у отца и так далее. Это, ну, это вот игра. Это игра. Игра. Все беды из-за тебя. Если бы не ты. Главное, твои проблемы, которые ты вынесла в культ и идешь по нервам всех. Ну, опять же, то самое. Игра. Если бы не ты. Можешь посмотреть. Главное, твои проблемы. Ну, вообще-то говоря, вообще-то говоря, это нормально. Когда у человека его проблемы, проблемы человека на первом месте. Вот, ваша мама, она даже, видимо, не осознает того, что это норма. Что, главное, свои проблемы. Она привыкла жертвовать, она привыкла быть жертвой. И вот, поэтому она так всегда ведет. Но, при этом, я думаю, что должен заметить, что не стоит, и делать перекос в другую сторону. То есть, не стоит делать перекос, например, в сторону того, что, как бы, ну, чтобы отсек отстрагировать, и всем говорить нет. Это тоже не самый лучший вариант. Дальше. Значит, вы пишете, что, значит, точнее, она пишет, что, еще раз говорю, эгоистка, хоть и моя дочь. Ну, правильно, ваша мама, она эгоистка только когда жертва. И вот, это просто разбивает сердце. Не очень понятно, что именно развивает сердце. У Ильи больше здравого смысла в этой ситуации. Ну, это, опять же, вот, как бы, она занимается в сторону Ильи, да, и, в общем и целом, его защищает. Хотя говорит при этом, что не защищает никого. Да, это мое мнение, может злиться сколько угодно, вот. Знаете, тоже про, идет проецирование. То есть, если у меня мнение отличное от твоего, то ты должен злиться. Я не знаю, может быть, вы действительно злились на это, но, вообще-то злиться там не на что. В общем, мнения могут быть каким угодно. И, из любого мнения нужно стараться извлечь на себя пользу. Эээ, и это не ты его бросаешь, а он тебя. Ну, это попытка обвинить, да, опять же, игра, если бы не ты. Тоже устал от таких, устал от таких отношений. Эээ, ну, понимаете, вот, да, то, что она говорит, да, что она говорит, это нормально. С ее позиции, с позиции мамы, мама, это нормально. Только, как мама оказалась в вашей личной жизни, вообще, вот, об этом задумайтесь. Как ваша мама оказалась в личной жизни настолько, что может писать все вот эти вещи. Вот. Все твои доводы, как бы я не хотел принять, неубедительны. Вот, это, вообще, очень больная тема. Неубедительный довод. А вот, знаете, вот, что убедительный? Убедительный довод, да, вот, просто вот, подумайте опять. Это вам просто на будущее, на будущее, чтобы вы, ну, немножко адекватнее выстраивали отношения с людьми. Что убедительный довод? Убедительный довод, это когда я признаю, что, что для вас, это убедительно. Ну, по факту, мужчина вас не бьет, да? Я могу сказать, ну, он же вас не бьет, ну, что вы, оставайтесь с ним, как бы. Но вы сказали, что вас это волнует, вы сказали, что вас волнует, напрягает, вы сказали, что вас тревожит. И, я понял, я понял, для вас это волнует, значит, это, на это нужно обратить внимание, да? Потому что это вам волнует. И на это мы обратили внимание. Можно ли сказать, что вы убедили меня? Нет. Но не потому, что это не убедительно, а потому, что вы не должны. Никто никого не должен убеждать. Это еще одна, одна ошибка вашей мамы, которая связана с ее воспитанием. Что нужно убеждать, нужно убедить, нужно доказывать. Доказывать никому ничего, ничего, ничего не нужно. Мне не нравится, и как бы это, как бы это глупо не звучало, мне не нравится, я имею право с этим не мириться. Понимаете? Вот. Далее. Ты очень, очень жалеешь себя. Ну, надо сказать, что жертва, человек, который любит себя, называет жалеющим. Это, на самом деле, так выглядит в глазах жертва, потому что жертва себя вообще не любит. Я устал от твоих домбированных доводов. Ну, пробок с том, что человек сам провоцирует. Человек сам провоцирует вас. А потом же говорит, что вы, ну, что вы заставляете ее чувствовать себя уставшей от ваших доводов. Понимаете? Это игра в скандал. Это игра в скандал, и мне кажется, связана она с тем, еще одна психологическая игра, мне кажется, что она связана с тем, что ваша мама просто боится быть, ну, близости к вам. То есть она боится близости. И близости ей некомфортно. Вот в таких отношениях, когда происходит полное слияние, полное растворение или полное отдаление людей, ей легче и привычнее. А вот на таком компромиссном варианте она остановиться не может. Я, увы, не смогу тебя в этом поддержать, потому что не могу согласиться, что нельзя трудом наладить все. С одной стороны, ваша мама и не должна вас поддерживать как жену. Как родители поддержать, ну, могла бы, если бы хотела, если бы были ресурсы. Ну, по сути-то, и в этом тоже не должна. Вот. А что касается того, что я не могу согласиться с тем, что нельзя трудом наладить все. Но она не может согласиться с этим. А вы почему должны? Тем более, когда другой готов к переменам. Вот на счет другого, я не знаю, здесь, потому что, ну, как бы, ситуация неоднозначная. То есть, если человек готов к переменам, он должен это показать. Пока я не вижу, чтобы он это показывал. А вы? Ну, еще раз повторю, нужно дать шанс, я считаю. А вообще, как бы эта вся ситуация не была вызвана тем, что вы уехали куда-то. И мама чувствует, что вы свободны. Вот. И, соответственно, это стимулирует ее вот так вот вам писать. Так. Оставайся гордой, но одной. Ну, знаете, в одиночестве нет ничего плохого, если оно не дяготит, если человек принимает себя. Но, опять же, для вашей мамы это нереально. Если хочешь знать, мне стыдно перед родителями Ильи за то, как ты сейчас себя ведешь. Да нет. Я не хочу знать. Ну, можете вы ей сказать. Я не хочу знать, какое мне дело до родителей Ильи. Опять же, посмотрите, как разнятся культуры. Родители. В Советском Союзе партия договаривала о том, кого на ком женить. Что происходит сейчас в Корее Северной, кстати говоря. Вот. Понимаете? При чем здесь родители Ильи к вам? Какое они отношения имеют к вам? Непонятно, непонятно. Ты сделала из Ильи монстра и чудовище избежала. Он для вас может быть монстром, он для вас может быть чудовищем, да? А для, собственно, родителей его нет. И это нормально. А ведь знаешь, что его не одну неделю. Именно поэтому и сделали монстрам, что, знаете, его не одну неделю. Вам есть на что опереться? Год живете, пять лет встречались, и многое что уже удалось сделать в его плане, и он с этим соглашается. А в его плане это что? Понимаете, вот ключевой момент. Отношения строятся для того, чтобы людей переделывать. Ну, не строятся отношения сейчас так, не переделываются люди, а люди принимаются, чтобы отношения были здоровыми, а не невротическими. Не невротическими. Или если переделывать, то человек сам берет на себя ответственность за это. То есть он сам говорит, я хочу меняться, я хочу быть другим. Он начинает что-то делать для этого, ходит к психологу, на тренинги и так далее. Ну, понятно, что ваша мама, она к психологам относится так себе. О какой переделке идет речь? Принудительной? Именно... И вот именно сейчас стало просто невозможно находиться под одной крышей и вместе решать свои проблемы. Да, точка кипения. Чаще терпения приполнилось и стало невозможно. Да. Надо сбежать всем рассказать и подружкам, и свекрови. Ну, вот этот момент, конечно, да. Этот момент не совсем корректный с вашей стороны. Об этом я уже сказал. То есть, рассказать подругам можно, друзьям можно. Ну, только тем, кому можно доверять, кто держит язык за зубами. Свекрови рассказывать. Свекровь, во-первых, сама все узнает, да. Это, во-первых. То есть, там, там как бы рассказывай, не рассказывай, да. Свекровь, она не дура и сама все поймет прекрасно. Вот. Поэтому, здесь, конечно, рассказывать, не рассказывать, не рассказывать. Свекровь, это субъективный момент. Но, вопрос, конечно, в другом. Вопрос, конечно, в другом. Вопрос в том, что именно вы рассказывали Свекрови. О, вот. То есть, если вы говорили, что, там, ее сын делал что-то такое, вот, значит, ну, что-то такое неприемлемое для вас, это, конечно, не было верным, потому что, ну, Свекровь, как и любая мать, она будет, она идеализирует своего ребенка. И это, это, в общем и целом, нормально. То есть, для Свекрови нормально идеализировать своего ребенка. И вы никогда не добьетесь здесь понимания, сочувствия, страдания и так далее. Не добьетесь и не должны. Поэтому, если вы, вот, то, что вы рассказывали Свекровь, это, конечно, ну, этого делать, возможно, не нужно было. Вот. Скорее всего. И если вы это сделали, то, ну, как бы сделали, сделали, уже сделали, но чтобы это было все-таки последний раз. Потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Абсолютно. И, вот, в будущем нужно ориентироваться на то, чтобы как можно меньше людей знали о вашей личной жизни. Личная жизнь. Это личная, личная жизнь. Фанатовая и личная жизнь. Что они не осведомлены все, кто не вызывает доверия. Так, и так поступают только глупые и не мудрые женщины. Или те, кто в состоянии аффекта находятся. Ну, в любом случае, как бы, в основном она здесь, конечно, говорит о себе. Это все, это все ее, это все ее слова. Есть хорошая поговорка. Хочет знать человека, по случаю, что он говорит о других. Так, мы своим уходом хотели его просто напугать. Разве? Это мама говорит, что вы хотели напугать. Чтобы он сильно испугался, этот спуга сразу превратился в белые плащицы, без всяких напрягов своей страны. Это правда. О, это правда. Мама записалась в гадалке, видимо, если говорить, что правда, а что нет. Ага, вообще, вообще-то на самом деле, вне зависимости от того, по какой причине вы учили, это было ваше право уходить. Вот. Опять же, опять же, все это, все это, мама говорит о себе. Представьте, если Илья сейчас сделает шаг назад, да, и начнет над собой работать, и все, чтобы вас удержать. И в итоге оказывается, что мама добилась того, что она добилась адского трудома, а вы просто ушли. Так можно оказывается. Понимаете? Так можно оказывается? Собственно говоря, это ключевой вопрос. Дальше, значит, так, он не испугался, тебя это задело еще больше, и ты с гордостью согласна даже на разову. Ну, если это глупость, то это ваше право, и получается, что, получается, что ваша мама не уважает ваше решение, не уважает ваше мнение, и вот это, конечно, самый такой ключевой момент. Вот. Опять же, вопрос заключается в том, почему стало невозможным ее уважение к вам? По какой причине стало невозможным ее уважение к вам? Что вы сделали для того, чтобы она вас уважала, да? Вот, значит, так, значит, так. Выпишите после развода, переезжая на квартиру, живи там. Ну, на мой взгляд, это, знаете, или даже хорошо, что вы будете жить в квартире одна, потому что, мне кажется, это, ну, действительно хороший вариант для вас, самый. Я думаю, ты не делаешь никого, и у меня начались проблемы с здоровьем, на нервной почве, так же живи одна. Я думаю, это даже не очень расстроится. Но это, на самом деле, ваша мама, она даже не понимает, о чем говорить, потому что для вас это, действительно, самый лучший вариант. Вот. На данный момент. Сейчас. Как бы. Я думаю, что так вот можно разобрать то, что вы, ну, прислали мне. Вот. Надеюсь, это было полезно, потому что никакого вопроса не задали. Вот. На этом все. Значит, я вам желаю удачи и всего доброго.